Идея, которая нужна для древней задачи, в высшей степени нужна вообще для всей математики. По-настоящему её поняли в начале XIX века. Там была такая романтическая история. Французский математик Эверест Голуа погиб на дуэли чрезвычайно молодым, но успел перед своей смертью рукопись с математическими работами передать. Её много лет толком не читали. И так далее, и так далее. Но по сути, ребята, просто алгебра к XIX веку достигла уровня, когда стало понятно, что такое алгебраическое число, и стало понятно, что такое решать уравнение. Теперь в память об этом удивительно молодом человеке эта теория называется теория Голуа. И вот самый-самый первый, самый-самый простой её шажочек вы сейчас должны сделать. Предыдущие задачи он уже был сделан. Просто возьмём, поставим минус перед всеми корнями из двух. Молодец. Заменим корень из двух на минус корень из двух. Если у вас есть алгебраическая форма, то в ней можно везде перед корнем из двух поставить минус. Потому что когда вы делаете алгебраические операции, то на самом деле всё, что вы знаете о корне из двух, это что он в квадрате равен двум. Если мы вместо корня из двух поставим минус корень из двух, что тогда будет? 7 минус 5 корней из двух, да? 7 в квадрате 49. 5 корней из двух в квадрате это 50. Да. 7 в квадрате 49. 5 корней из двух в квадрате 50. Что вам важно? Меньше нуля. Если у нас нет каких-то рациональных числа, то у нас сумма получается... Это не отрицательные числа. Это да, не отрицательные числа у нас справа, соответственно, у нас корень из 49 минус, собственно, корень из 50. Да, а это число отрицательное. А число у нас отрицательное. Поэтому у нас, собственно, такого не просто... Сумма квадратов не бывает отрицательным числом.